Сочиняя басни, я не думал, что они могут послужить когда-нибудь музыкальным материалом. Но композитор, исполнительница хорошая Людмила Лядова опробовала написать музыку на мою басню. И потом это соединилось с ее исполнением, с изображением в мультипликационном фильме. Настолько окосел, что отвалившись от стола сказал, пошли домой. Да ты найдешь ли дом, спросил радушный еж, поди как ты хорош, уж лучше лег бы спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадешь, все говорят, что лев вокруг обивился, что зайца убеждать, зайчишка захмелел. Да что мне лев, да мне ль его бояться, я как бы сам его не съел. Подать его сюда, пора с ним рассчитаться, да я семь шкур с него спущу и голым в Африку пущу. Покинув шумный дом, шатаясь меж свалов, как меж столов, идет косой шумит по лесу темной ночью. Видали мы зверей почище львов, от них и то летели клочья. Проснулся лев, услышав пьяный крик, наш заяц в этот миг сквозь чащу продирался. Левцом, его заворотник, ах вот кто в лапы мне попался, так это ты шумел, болван. Постой, да ты я вижу пьян, какой-то дрянен олизался. Весьмелец головы у зайца вышел бом, стал от беды искать спасение он. Да я, да вы, да мы, позвольте объясниться, помилуйте меня. Я был в гостях сейчас, там лишнего хватил, но все за вас, за ваших львят, за вашу львицу. Ну как тут было не напиться, да ям-пам-пам-пам. И когти подобрав, лев отпустил косово, спасен был хвостунишко нах. Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного. Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного. Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного.